В гостях, не со своей вебинарной комнаты, скажите, поставьте плюсик, если меня видно и слышно хорошо, ждут вас ответов, все отлично, вижу, что меня видно и, наверное, слышно. Всем добрый вечер, я очень рада проводить, конечно же, вебинар для нашей большой команды, и особенно мне приятно проводить с пятницы вечером и видеть такое количество людей, тех, кто заботится о своем здоровье, сейчас сделаю немножко громче, заботится о своем здоровье и, конечно же, хочет провести время в пятницу в том числе и в пользу, да, и для себя, и для своих родных и друзей. Меня зовут Екатерина Драдисовская, я директ от нашей компании, специалист в области космоса и здоровья и занимаюсь изучением вопросов диетологии и здорового питания уже, ну, больше пяти лет. И, конечно же, с большой гордостью для меня это то, что в прошлом году я прошла уникальное обучение в научном центре у профессора медицины номинанта, но, например, все время есть фига стена, я сегодня еще буду про него вам рассказывать, это просто знаменитый человек, я думаю, что большинство из вас уже, наверное, что-то про него слышали, но сегодня я расскажу более подробно. Сегодня я сразу говорю вам, что я не врач, я специалист по здоровью, и если у вас будут возникать вопросы, связанные именно со здоровьем, а не с заболеванием, то, конечно же, вы можете смело мне писать в чате, да, либо, в каком случае, можете найти меня где-то в контакте, да, и задавать какие-то вопросы, которые вас будут интересовать. Ну, я думаю, что все готовы, наверное, к обучению, да, и тогда, наверное, начнем. Так как мы сегодня будем с вами говорить о здоровье, я думаю, что для каждого из вас не секрет, что здоровье является номер один понятием хорошей жизни. Когда у людей спрашивали, что такое здоровье, там большинство из них сказали, что это, что такое хорошая жизнь, большинство из них сказали, что это здоровье. И согласились, на самом деле, так оно в жизни и происходит. Каждый из нас с вами постоянно влияет на свое здоровье, и каждый из нас может, конечно же, говорить о том, что влияет, возможно, на здоровье много факторов разных, да, но если не хватает здоровья, то на самом деле сложно чувствовать себя счастливым человеком, да, и в наших с нами силах сейчас сегодня мы узнаем, насколько можно влиять на свое здоровье, да, и что можно делать для того, чтобы это здоровье действительно нас радовало. И хочется, наверное, начать с того, что у нас в мире, да, вот есть четыре основополагающих показатели, да, для того, чтобы это здоровье. Конечно же, это питание, да, без него никуда, мы с вами сейчас слышали такую интересную японскую мудрость, человек есть то, что он есть. И, конечно же, питанием мы с вами получим то, что мы кушаем, с того, что мы, собственно говоря, с вами устроимся ежедневно. Конечно же, это высококачественные пищевые добавки. Не у многих есть такой сложный, неправильно сложный стереотип о том, что, возможно, добавки не нужны, но сегодня я постараюсь, наверное, как-то аргументированным фактором вам рассказать о том, что вы нужны, да, и в Европе, в Америке, на самом деле, это номер один, да, что должно быть в жизни каждого человека. Конечно же, это величество, активность, это упражнение, потому что пока вы молоды и красивы, все у нас здорово, да, но когда большинство из нас с вами ведет неактивный образ жизни, да, в большей степени, конечно же, сидячий, поэтому важно понимать, что величество активности нам нужно присутствовать в организме ежедневно, да, хотя бы минимальное. И, конечно же, очень важным является это отличное самочувствие и позитивный настрой, ведь многие слышали от вас, что все, что происходит у нас, все болеют не от нервов, многие от головы, поэтому это основные вот такие показатели, да, для сохранения своего здоровья и благодетия. И сегодня, конечно же, мы будем более подробно разбираться с некоторыми из них. Что такое здоровье, да, многие спрашивают и относятся совершенно по-разному. Здоровье – это состояние любого живого организма, и запором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. То есть, как бы это ни было странно, да, наш весь с вами человеческий организм, он состоит из 12 основных вот этих вот систем. Все эти системы, они состоят из органов. Каждый орган состоит из ткани, а каждая ткань, она состоит как раз из клеточки. И как бы мы с вами не относились, но как раз клетка – это самый основной тот, как говорится, микроорганизм, да, который нужно, каждый из нас должен понимать, что именно этот организм, да, эта клеточка, вот нам нужно понимать, что они у нас каждый день в организме рождаются. Рождаются новые, и из них строятся все клетки, все органы, все ткани и полностью человеческий организм. И вот важно понимать, с чего она строится, какая она рождается, да, и, собственно говоря, практически полностью строение вредки зависит именно от нас с вами. Каждый день в организме рождаются 300 миллиардов новых клеток. Каждый день они рождаются, и определенное количество клеточек умирает. Я не буду вот очень долго вам рассказывать, да, про то, как состоит клетка, но важно понимать о том, что этот процесс неостановим, пока человеческий организм, пока человек живет. Когда человек живет, клеточки рождаются. И вот вопрос, из какого материала мы даем нашим клеткам, да, из чего они строятся, в какой остановке они строятся. Вы все прекрасно, наверное, знаете ситуацию, если вы находитесь в постоянном стрессе, да, то состояние организма, оно ко мне уже становится хуже. Поэтому клетка – это тоже составляющая нашего с вами организма. И поэтому все зависит от того, конечно же, какая будет клеточка и как она будет строиться именно от нас с вами. И вот сейчас мы с вами будем разбираться с очень интересными показателями. Возможно, кто-то из вас будет удивлен, что у нас сегодня впервые на вебинаре. Но многие говорят, что на здоровье могут влиять разные факторы. И на самом деле, да, я полностью согласна. Но по данным в мире на организации здравоохранения наше с вами здоровье влияет экологии всего лишь на 20%. Многие очень часто говорят, что экология очень сильно влияет на наше здоровье, но важно, конечно, всего лишь на 20%. Мы, конечно же, практически с вами не можем с ней бороться. Конечно же, мы можем выбрать ту страну, где мы будем жить. Но все те, кто родились после периода, да, когда произошла чернобыльская катастрофа, да, и вы разъявите расследование с уроки головы, то, к сожалению, да, в этой ситуации наша с вами экология уже нарушена. И практически ничего мы с этим с вами сделать не можем. Поэтому с этим просто нужно, как говорится, смириться, да, и знать, как улучшать свое состояние своего организма при помощи определенных фишек и секретиков, я сегодня вам тоже расскажу. Медицина. Очень многие люди разлагают действительно большие надежды на медицину, да, и говорят, что медицина чуть ли не на 70-80% должна влиять на состояние нашего здоровья. Но по данным в мире на организации здравоохранения это всего лишь 10%. То есть, друзья мои, поймите, всего лишь 10% влияет наша медицина, которая есть у нас в России, на состояние нашего здоровья, генетика. Очень часто я в большинстве этого, кстати, в основном, что я слышу, у людей есть какая-то склонность к какому-то заболеванию, да. Склонность, там, возможно, к тахануги, а где-то, возможно, к подтверждению. Ну, в общем, не буду пересекать дальше, но согласитесь, я думаю, что вы, вот, если вы со мной согласны, поставьте мне, пожалуйста, часть единички, да, вот, если вы согласны. Согласен у человека, возможно, есть какая-то предрасположенность, да, ну, все-таки гена не есть у нас, правильно? Ну, разумеется, если вы это делаете, но генетические заболевания, которые, можно сказать, так и передаются к генетику, в принципе, если знать их, что они вам могут принести, относиться к здоровью действительно хорошо, то, ну, тогда, ну, можно сказать так, что мы с вами можем полностью влиять на это состояние, на состояние нашего организма. То есть, я скажу так, генетические заболевания, они вызывают сил, что человек просто пренебрежительно относится к состоянию своего здоровья. Если же ты знаешь, что у тебя есть склонность, например, к ожирению, да, то, конечно же, в этой ситуации изначально нужно понимать, как питаться, да, что в организм должно поступать, какие продукты, что можно, что нельзя. И если вы будете соблюдать, да, вот эту вот диету нужную, ну, по сути, в категории не переедать, да, и контролировать себя, как-то контролировать свой организм, то не будет вот этой предрасположенности. В этой ситуации, в принципе, каждый практически предрасположен, ну, как минимум, наверное, к ожирению, да, если мы будем переедать и каждый раз говорить, думать, что же у нас у взрослых, ну, возможно, крупнее, да, чем хотелось бы. И на самом деле вот такие данные, да, у нас, с вами, образ жизни влияет на 60% на состояние нашего здоровья. И, вы знаете, дейти на потрясающую новость, потому что на образ жизни мы с нами можем сами повлиять. Вот раз все это то, на что мы можем повлиять, то есть вот на все вот эти факторы мы практически не могли повлиять, да, то на образ жизни можем. И чем же, вот сейчас вам приведу, интересно, 7 факторов, которыми люди сами себя убивают. Если я как раз именно по своей высшей важности, да, самое первое, чем убивает свой человек, это неправильное питание. Помните, я вам говорила о том, что человек есть то, что он есть, и поэтому, к сожалению, именно неправильное питание, оно там с вами, ну, не то чтобы, можно сказать, оно не то чтобы влияет, да, оно полностью, ну, полностью, все, что мы с вами кушаем, вот полностью, оно влияет на развитие нашего организма. То есть можно много чего еще вот эти факторы, все полностью это поставить, но неправильное питание в первую очередь. Что касается стресса, на самом деле, наверное, многие слышали такую фразу о том, что есть классы жизни, они нейтральные. Я все время привезу пример с водителями, да, когда, ну, отношение к ситуации, если водитель едет с рулем, да, сиделом где-то немножко подрезают, ну, согласитесь, да, бывает такое, на дороге все-таки такие люди ездят. И есть родители, которые очень в этой ситуации спылят, они поднимут нервы себе, они поднимут нервы рядом с сидящим людям, да, ну, то есть, понимаете, да, это ситуация. А есть те, которые отнесутся к этому спокойно, да, что вроде бы все хорошо, ничего не произошло, да, было неприятной ситуации, то человек спокойно поедет дальше. Вот, собственно говоря, любой стресс, да, это только отношение к ситуации, которая у нас сложилась. Курение. К сожалению, либо к счастью, да, у нас сейчас, к сожалению, все-таки много людей еще, они все-таки курят, но сейчас у нас тенденция модная, все вы знаете, наверное, про нее. Но это здоровый образ жизни, да, и к счастью, у нас уже молодежь, она, кстати, ну, переключается на здоровый образ жизни. Вот у меня в окружении есть определенное количество молодежи, да, которая как раз-таки старается поддерживать здоровый образ жизни. Алкоголь на четвертом месте, на пятом – экология, на шестом – ультрафиолет, и сегодня я вам расскажу, как вот на ультрафиолет можно повлиять, да, и как вот можно бороться немножко с экологией, и как бы это ни было странно, седьмой фактор, который у человека, как-то убивает, это лекарство. Есть заболевания, которые развиваются как раз-таки именно из-за потребления каких-то лекарств, они называются ятерогенные. То есть, что за заболевания? Это заболевания, которые вызывают побочные эффекты от какого-то лекарства. Вы все слышали, скорее всего, сразу одно лечишь, другое колечишь. Вот, говоря, они очень прямо симметричны, да, именно этой фразе. Поэтому вот такие факторы, мы сегодня с вами в основном будем как раз-таки разбирать неправильное питание. Это то, на что мы лучше всего и проще всего можем с вами сейчас влиять на наш организм. Смерть на здоровье начинается с правильного питания. Правильное питание – это сбалансированное питание, то есть у нас там должен быть определенный баланс продуктов, которые мы потребляем в нашем организме. Что такое сбалансированное питание? Это все необходимые вещества, которые нам нужны для построения наших клеточек. Они должны поступать в организм одновременно, да. А витамины не заменим для строения питательных веществ, для того, чтобы были крепкими наши кости, наши клеточки, чтобы они были здоровыми. И на самом деле многие говорят, что питание сбалансировано очень сложно, да, и возможно многие, ну, как бы сами себя обманывают, да, и придумывают причину не питаться сбалансированно. Но сегодня я вам расскажу, что на самом деле это все очень-очень даже несложно. Какие основные должны быть, засыпать наш организм микро- и макроэлементы? Это, конечно же, белки, жиры, углеводы и клетчатка. Также, конечно же, в наш организм должны засыпать витамины, минералы и вода. То есть это вот то, что мы с вами должны контролировать, именно баланс в организме вот этих вот семи составляющих приводит в ум, знаете, как сбалансированное питание. И более подробно мы разберемся сейчас в практике с каждым из них. У нас сейчас, на самом деле, в мире есть очень уникальная такая проблема, к сожалению, многие ее не замечают. У нас сейчас очень мало качественного белка в наших продуктах, да, очень мало необходимых ненасыщенных жирныхислот, к сожалению, которые мы не можем практически брать сами с пищи, да, это очень сложно, и очень-очень много быстрых углеводов, да. И как бы то ни было странно, да, и многие говорят, что вроде бы я ем мясо, да, но вместе с тем же мы с вами тушим очень много разных вкусняшек. Мы иногда питаемся, я уверена, что кто-то где-то как минимум грешит какими-то фаст-фудами, да, чтобы побыстрее развить эти пирожки и булочки. Это бывает, да. И как раз-таки, после того, что все перекусы, знаешь, как раз приходят к такому не очень здоровому питанию, это влияет на то, что у нас в организме очень мало белка и очень мало хороших сроков. Плюс нехватка витаминов и минералов в овощах и трупках. Почему так происходит, попозже немножко раздаем. И очень тоже интересный фактор, это тоже по результатам сниженной взятой здравоохранения, основные причины смертности, да. Вот посмотрите, алкоголь, табак, суммарно они практически 24%, что закрылся сайт, около, наверное, 25%, но это вредные привычки, и не все люди, да, то есть подвержены, собственно говоря, алкоголю, потреблению алкоголя, либо потреблению, да, табачных изделий. Но несбалансированное питание, то есть когда у нас с вами не хватает чего-то в организме, либо избыточное питание ведет к 25% смертности, я суммарно складываю, да, подсмотритесь. И это то, ну вот если кто-то не кубит, да, он в принципе не относится вот в эти 17% людей, да. А вот питаются мы все с вами. И даже если мы с вами стройные, это не значит очень часто, что наше питание, оно сбалансировано. Незбалансированное питание и избыточный вес, да, избыточное питание приводит 25% смертности в нашем организме. И как раз таки, почему? Потому что у нас с вами где-то не хватает в организме и будет переизбыта каких-то вот этих вот продуктов. И если ехать дальше, да, начнем все-таки, вернемся к тому, что есть в нашем организме. Так, чего-то у меня не листает слайд. Друзья, напишите слайд, у вас перелеснуйся, потому что у меня не хотите листать слайд. Так, вот, слайд полистался, отлично. Вот, будем разбираться и соус, что мы, то, из чего мы строимся. Белки из жиры. Важно понимать, что наша клетка, у нашей клетки есть мембрана. И эта мембрана клетки на 70%, она должна состоять из белков, на 30% она должна состоять из жиров. Вопрос, каких, да, какие должны быть жиры в организме, какие будут транспортики. Именно это мы сейчас с вами будем изучать и зачем оно нужно в нашем с вами организме. Белки. Белок – это наши мышцы, соединительные ткани, да. Белковые молекулы, они включены в состав костной ткани. Из особых форм белка, собственно, наши волосы, носки, губы, кожный покров. И на самом деле гормоны, они тоже строятся из белков, ферменты, да. То есть они также включаются в белковых, большинство ферментов, да, и состоят из белковых фрагментов. И очень-очень много физиологических и диагностических процессов, они как раз тоже не могут происходить в нормальном виде, без нужного количества белка в организме. То есть это вот то, про что нужно помнить каждому родителю, про то, про что нужно помнить каждому каждому человеку, что главный, да, то есть продукт, один из главных продуктов, который должен быть происходить наших с вами, либо наших с вами деток, это, конечно же, белок. Откуда брать белок, да, собственно говоря, вот такой веселый слайд, да, куда же брать этот белок и сейчас будем с вами разбираться. Есть продукты питания, где у нас огромное хорошее количество белков, белка, это природные источники. Это яйца, это мясо, это рыба, это стиры, это творог, да, это бобовые, да, очень богатые, это орехи. Конечно же, все эти продукты, я думаю, мы с вами кушаем, но у нас в организме тоже должен быть баланс. Если говорить про белки, то происходит в нашем организме, если мы с вами потребляем нужное количество белка, то наше организм, вот на этой картиночке слева, он строится качественным, он строится красивым, да, вот как вот это красивое здание. Если белков в организме не хватает, наши с вами клетки, помните, 70% составляющих клетки, да, мембраны клетки это белок. Вот если у нас с вами мембрана клетки строится из некачественного белка, либо вообще не существует белка, да, то она строится нездоровой, некачественной, через нее проникает огромное количество вирусов, инфекций, когда человек постоянно использует каким-то заболеванием, да. Вот, и если говорить, в принципе, про то, что происходит в нашем организме, когда мы с вами потребляем продукты растительного и животного происхождения, да, то, если говорить именно вот про белок, да, то, ну, что это делать? Хотела с вами пример кусочек мяса, да, вот мы с вами съедаем кусочек мяса, и все вы прекрасно понимаете, что это, ну, мышцы животного, да, и, конечно же, сразу организм из этого белочка, он не строит наши клетки. Ему нужно какое-то количество времени, чтобы вот эти вот мышцы животного, и их нужно расщепить и построить из них цепочку аминокислот, и уже из этих аминокислот строятся все наши клетки, но, к сожалению, если говорить про мясо, да, вот здесь вот цифры рыбы и мяса, от 10 до 72 часов расщепляются животные, ну, либо мясные, либо белок из рыбы в нашем организме. Представьте, до какой степени это долго, трое суток, и очень глупо себя обманывать, что сегодня я съела котлетку и прямо вот получила белок для построения своих клеток. Нет, такого не бывает. И теперь у меня к вам встречный вопрос, как вы думаете, что произойдет с мясом, с кусочком мяса, если его положить в температуру 36,6 на трое суток, какая польза будет от съеденного кусочка мяса? Увестный с тем факт, что мясо, как белковая польза для нашего организма, это всего лишь 20%, да, 80% из кусочка мяса – это продукты, которые зашлаковывают наш организм. И хорошо, если они выводятся, да, мы с вами едим все часто, постоянно кушаем, контролируем этот процесс. Вот, нам важно понимать, что человеку у нас пища, он просто необходим, полотеный блок. Если у белков питания будет недостаточно, то взрослый человек будет ощущать упадок сил. У него будет снижаться работоспособность, он будет очень утомляемый, да. Я уже говорила про то, что организм будет плохо сопротивляться инфекциям, простудам, да. Это, что касается деток, то они при неполноценном белковом питании очень-очень-очень сильно остаются в развитии. То есть белок, важно понимать, это вот основной строительный материал для наших леток. И вот про это важно помнить, да. Сказал, мы как мамы, да, как будущие мамы, как бабушки должны понимать, в какой рацион мы составляем в своей стенке, и в наших с вами руках, да, большинство, практически, ну, вот, как говорили, 70%, да, ну, не 70%, да, мне что-то много, ну, в среднем 50% строения нашей клеточки, да, белковая составляющая. Поговорим сейчас с вами о жирах. Зачем нужен жир, и многие его почему-то очень боятся и постоянно где-то себя ограничивают. Жиры бывают разные. Бывает хорошие, бывает не очень. Нехорошие жиры – это насыщенные жиры, вот они у нас плохие. Это масла тропических растений, например, кокосовые, это масло, сливочное, молоко, это сыр, это животные жиры. То есть, если говорить про насыщенные жиры, чем они, ну, как бы, нехороши, очень простой пример, то пуджер, который в комнатной температуре может иметь какую-то форму, да, вот, собственно говоря, он же не очень хороший. Ненасыщенные жиры – это хорошие, это, они находятся в рыбе-жирных сортов, это листовое арабское масло, это орехи, миндаль, и это авокадо. И, наверное, сейчас для тех, кто голодный, будет прямо в сайте мясо. Есть еще один вид жиров, это транс-жиры, которые находятся, к сожалению, практически в каждом, ну, мне кажется, за каждым приемом пищи, да, особенно если мы едим где-то в столовой, в кафе, всегда находится этот страхный продукт. Тран-жир, он делает, его приводит не существует, как таково. Он, извините, изначально, ну, как бы, что стало, как говорится, с таким подвижником, да, транс-жира в нашей пищи. Это маргарин, да, был разработан такой продукт, маргарина в мире не существует как такового, да, он не растет, его не делают из, там, масла, вернее, из молока, да. Это продукт, который разработан был для промышленности, чтобы это было дешевле, чтобы продукты стали дешевле. Вот, и он находится вот во всем вот этих, во всех этих кухняшках, да, которые вы видите на слайде. Чем он опасен? Чем опасен транс-жир, который поступает в наш организм? Смотрите, на вот этой картиночке, да, мы с вами видим. Тран-жир, он начинает прилипать к стенкам наших сосудов. Сосуд – это трубочка, да, которая, к сожалению, да, она вот не очень толстая, если вы прекрасно понимаете, и он постепенно вот так вот прилипает, прилипает к стеночкам сосудов. Он способствует образованию холестерина и зляжет, да, и что происходит? Если, не дай бог, этот сосуд перекроется, да, вы, наверное, слышали такое, да, всего лишь там один сосуд, да, что-то произошло в сосуде, и сразу инсульт. Да, либо, если это сервисная система, сразу инфаркт. И это действительно страшно, и важно понимать, что мы едим, важно понимать, что мы даем своим деткам, что у нас стоит на столе. Да, и я понимаю, что, возможно, транс-жиры – это безумно вкусно, но понимая, как мы влияем на наш организм, как мы влияем на своё здоровье, нужно просто беречь себя от потребления этого продукта в наш рацион питания. Ну и, конечно же, углеводы – это вот наши вкусняшки с вами. Углеводы тоже необходимы для нашего организма, потому что они как раз дают энергию для нашего организма, но они бывают тоже разные. Бывают углеводы хорошие, а бывают плохие. Суточная норма углеводов простого нешкольника – это 300-400 грамм. И изменить на долю простых углеводов должно приходиться не более 100 грамм. Да, это вот булочки, сирожные какие-то, то есть, в принципе, это просто не очень полезно. Сейчас мы более подробно сейчас посмотрим, что это такое. Значит, медленные углеводы и быстрые углеводы. Вот вкусняшки наши, быстрые углеводы – это всякая выпечка, тортики, какие-то сладости, это рис, это сахар, да, вот не буду все это пересчать. Это быстрые углеводы. Они не хороши. И их количество в нашем организме должно, как просто вакциумно-супрочаться. Медленные углеводы – это стельно-терновые продукты, это черный хлеб из стельно-терновой муки, это коричневый, либо гидрит, это бобовые, овощи. Доброе количество вопросов таких. Сейчас мы с вами разберем, как они работают, почему важно понимать, что медленные углеводы хорошо для нашего с вами организма. Смотрите, что происходит. У нас с вами есть определенный уровень сахара в крови. Он находится на какой-то своей какой-то плоскости. Когда мы с вами съедаем продукты, которые содержат быстрые углеводы, у нас с вами сахар в крови очень-очень быстро подскакивает. Мы можем забыть, что это энергия, нам хорошо. Но как только, у нас есть гормон в организме, он выделяется, это инсулин. Его задача погасить уровень сахара, потому что скачок – это нехорошо. Как работает инсулин? Он гасит уровень сахара на тот уровень, который был ниже, чем до того периода, как сахар скачет. То есть после того, как мы с вами съели какую-то спитняшку, спитняшку, особенно после обеда. Мы вроде бы перекусили, нам сначала хорошо, и очень-очень скоро мы с вами с этим спать. Мы не хотим работать, если у нас такая усталость, какая-то сонливость. Я думаю, что у многих такое было. Вот так работают быстрые углеводы. Прилип сахар, подскочил мы сахар в крови, нам хорошо, а потом мы слип его погасим, мы с вами устали. Как работают медленные углеводы? Они очень невысоко, это очень низкий, даже низкочок, такой подъем сахара на низкий уровень, и очень медленно, и в логу он идет, и очень-очень медленно спадает. Поэтому вот для нас с вами в идеале, чтобы в организме поступало как можно больше медленных углеводов. Да, вот такой вот пример, да, если говоря, чувство голода. Такие продукты выбираем, да, что происходит, да, если мы выбираем продукты, которые содержат себе большое количество сахара, да, это приводит к повышению уровня сахара в крови и ингридной реакции. Иглис излишки нашего сахара, они превращаются в жир, мы получаем с вами в результате набор веса из определенной пищи и заболеваний. Если же мы с вами выбираем продукты, которые содержат сложные углеводы, то мы сами себя оберегаем от ингридной зависимости, да, от ингридной реакции. Организм оберегает сахар из собственного жира, вот который, если мы там где-то с вами уже надрешили, он накопился у нас, да, вот он расходует его. То есть, из чего у нас с вами снижается вес, и, конечно-то, мы чувствуем себя здоровыми. И возвращаемся снова к этому слайду, мы сейчас с вами рассмотрели, да, основные три составляющих нашего организма, это бельс излишки и углеводы, да, и дальше будем рассмотреть, что еще нужно нашему самому организму, и как наш организм все строят. Все вы прекрасно понимаете, что организм – это, ну, его можно сравнить с заводом. Завод бывает хороший, и он будет ставить качественную продукцию, вот, как, например, на этой картине чудо, продукцию качественные, хорошие, завод работает хорошо, можно сказать, в принципе, без перебоев. Если у нас с вами в организме не хватает белков, жиров и углеводов, у нас в организме дисбаланс, то наш организм похож на вот эти вот полуразрусанные заводы, которые, к сожалению, уже не могут выпускать хорошие творческие, а они все равно обновляют. 300 миллиардов клеток обновляются ежедневно, и невозможно процесс остановить, пока человек живой. Поэтому, друзья мои, мы сами принимаем решение, что будет, да, что будет на нашем старом столе, обеденном, да, и что мы, так сказать, берем с собой на работу, вот, для того, чтобы перепустить. И еще очень интересный факт, да, к сожалению, если по следующей 5 лет человечество ничего не изменит в своем питании, то через 5 лет 80% настроения они будут иметь заболевание онкологии, сахарный диабет или ожирение. И вы знаете, на самом деле, это цикл ассистрации, и вы видите, да, что сейчас огромное количество заболеваний, они просто омолодились. Если раньше после инсульта умирали, ну, люди в возрасте 70-25 и старше, сейчас, к сожалению, это 30-35, иногда даже и раньше. Поэтому, друзья мои, наше здоровье, оно в наших руках, и наша с вами задача делать так, чтобы наш организм получал все продукты, которые необходимы, и в том количестве, да, в том балансе, которые необходимы для построения здорового качественного материала для наших лет. И, конечно же, я хочу сейчас перейти, познакомить вас с очень уникальным продуктом. Это уникальная линейка Wellness, которая есть в нашей серии, и тот человек, благодаря которому эта линейка, она компания Reconem.ru. Важно понимать, что серия Wellness, линейка Wellness, это некоммерческий проект компании Reconem, компания. Макс не выпускает этот продукт. Как появилось, как получилось так, что этот продукт оказался компанией Reconem.ru. На этом сайте видите уникального человека. Это профессор кардиотеракальной хирургии, его зовут Петцент. Он доктор медицинских наук, он заведующий кафедрой кардиохирургии Луцкого университета в Швеции. То есть он оперующий врач, он автор огромного изобретения кардиохирургии и человек, который имеет более 30-летний стаж опыта в пересадке органов. Что он разработал, да, и почему он известен на весь мир и чем он известен. Одно из самых главных его изобретений, он изобрел уникальный инструмент для механических компрессий сердца для тех людей, которые крупный, крупный габариток. Он разработал уникальный препарат для восстановления донорского легкого после транспортировки или же хранения. И, конечно, он разработал уникальный продукт, это комплекс оборудования, который позволяет республировать донорское легкое на 48 часов. То есть это время, которое, за которое можно довести этот орган в любую точку земного шара. До этого изобретения всего лишь 18 часов был еще один аппарат, который, собственно говоря, мог так по времени хранить донорский орган. И если говорить про то место, да, так, опять не вижу, не рискает слайд. Вот. Так, на самом деле, перескать. Вот. И где работают эти георгии? Это Елёса. Это один из самых чистых улочек в Швеции и, собственно говоря, там мы проходили обучение этих человек. Это просто без мегамозг. Я по-другому вопросу не могу назвать. Огромное ему спасибо за то, что он вообще в мире есть. Мы не так давно, полтора часа назад, мы с командой не ездили в эту уникальную меру. Мы прошли уникальное обучение. И это время, которое мы провели именно там, оно было просто очень дорогим. Здорово спасибо компании «Резем» за возможность как раз-таки там побывать и познакомиться лично с этим потрясающим человеком. И на самом деле это безумно интересно изучать свое здоровье, да, то, как он устроится, и понимать, что мы с вами очень можем намного влиять на состояние нашего организма, на то, как мы себя чувствуем. Да, вы знаете, я очень если не желаю каждому из вас, возможно, такая ситуация будет еще раз, потому что на данный момент, кстати, очень активно занимается именно своей деятельностью, да, потому что с актером, и практически больше не дает в этом выступлении, да, не таких, поэтому действительно огромное спасибо для компании за то, что она была на моментально возможность познакомиться с этим человеком и задать все вопросы, которые есть у каждого из нас и он разработал уникальный продукт, называемый губонитаболитический корректор, в котором в себе встречал жиры, белки, углеводы, да, самое, то есть, представляющее, это белковое питание, если есть, и имел также перчатку, да, необходимую для нашего организма. И больше 10 лет он использовался только для медицины, и вот не так давно он появился в продаже для людей, да, собственно говоря, это успех может было приобретать, ну, в Беларуси возможности 2-3, и совсем недавно он получил вот эти свой вкусы, клубника, ваниль, шоколад, и стал называться детальным продуктом, это мессировый баланс. Он показал потрясающий результат, еще до того момента, да, как он выдастился в продажу для всех людей, да, а затемного старого, кто хочет. Изначально важно понимать, что сходило в составляющие этого продукта, это три основных дел, да, это белок для новогородка, и ничем белок для новогородки. Здесь содержится отмечатка, да, здесь содержится полезная, полезная для организма продукта. Также здесь еще содержится и омега-3. Если говорить про то, почему этот коксейс стал таким популярным, да, и дал такой хороший результат, Фиг Семер разрабатывал сбалансированные питания для того, чтобы оно давало нужные кризисы другого производства для последних лет, но его зависит было сделать так, чтобы оно было легко устраиваемое. Это самое главное, да. Да, на самом деле, да, коктейль очень круто, не хочется кушать, то, что это поговорить. Вы знаете, что, когда мы с вами употребляем волос коктейль, у нас с вами происходит необыкновенный процесс в организме, и тот белок, который уже есть в этом коктейле, он расщепляется на те аминокислоты, из которых должен строиться наш организм, наш с вами следующее, всего лишь в 24 минуты. Это большое достижение, и по коктейлю запасентован, да, вы, наверное, знаете, может, кто-то уже раньше изучал, то есть такой формулы, как в нашем коктейле, нет ни в одной фирме, она уникальна. Продукт действительно, и, собственно говоря, компания, и, собственно, тоже есть уникальная пациентная права продукции предлагать, она ее продает, да, она ее рекомендует. Продукт чем хорош? Ну, во-первых, на самом деле, он очень низкокалорийный, всего лишь 65 килокалорий. Дай мне, пожалуйста, спишет, он много людей пишет, мне Елена Николаевна Марта, да, про то, что, действительно, не хочется кушать, хоть и по калорийности он очень-очень низкий, как одно зеленое яблоко, но при этом ты себя чувствуешь очень долго и насыщенно. Почему так происходит? Вот тоже, похоже, табличка, вы с вами ее уже разбирали. Если мы с вами населяем продукты, где сфорируется, вы получите декоративный индекс, а это скорость поступления фахера из продуктов, то, чем быстрее поступает, тем более высокий декоративный индекс. Вот в коктейле есть и красная такая вот пельсирная линия. Музкий индекс, и вот помните, как я говорила, как работают медленные углеводы? Они насыщают организм наш на очень-очень долгое количество времени. Очень медленно поднимаются сфор, что они очень медленно впадают на низкий уровень. Они, если вы с вами ели что-то сладенькое, вкусненькое, то он у нас так как-то и подскочил, мы почувствуем себя хорошо, а через час-полтора даже меньше. Мы с вами захотели уже спать и очень хочется работать. И плюс уникальный, еще уникальный, как говорится, бонус, результаты исследования с Кигостеном, то начнем снижаться вес. В среднем, то есть мы теперь его не для того, чтобы корректировать вес, а для того, чтобы получать необходимое количество белков, жиров и неводных в своем организме. В среднем, оказалось так, что вес снижается на 5,5 килограмм за первые полгода и на 2 килограмм за последние 12 месяцев. То есть это такой, как говорится, потрясающий побочный эффект, когда можно чувствовать себя здоровым, но еще как-то ректировать вес. Поэтому, друзья мои, я, конечно же, всем рекомендую вспомнить про то, что коктейль, он вкусный, он снижает чувство голода, он уменьшает эффективность, то есть он предотвращает переедание и, конечно же, он стимулирует общенную деятельность и повышает концентрацию. И, конечно же, плюс поддерживает сон и энергию снижения всего дня. У нас с вами организм не тратит кучу энергии для того, чтобы погасить этот уровень сахара в крови, который поступает с простыми водами. И для нас тоже очень большая гордость, что как раз стало то, что компания «Метель Сума» оставила продукцию «Вымок» на исследование в Институт питания Российской Союзной наук. И Орган Николаевна Григориан – это ведущий научный сотрудник, институт питания, которое всеми руками и ногами доказать за то, что нужно есть веологию, чтобы не за коктейль. Все данные исследования и заключения вы можете сами заказывать на социальном сайте Института исследования, они там есть. Поэтому я рекомендую вам заботиться о своем здоровье. И если уж компания «Рифэйм» сама отправила свою продукцию на страну, то, кстати, она сама себя из аспиранки ставит на то, чтобы действительно быть знакомым с этим продуктом и понимать, что это продукция на качестве. И, конечно же, я уже говорила про запустертованную формулу, посмотреть, сколько всего в нашем коктейле. Во-первых, эта формула – это низкий уровень, низкий индекс. Есть и низкий исследование. Сколько натуральные ароматизаторы. Высокое задержание продукта омега-3 – это более ненасыщенные жирные кислоты. Здесь есть низ, то есть это протеина, белков. И только с натуральным ингредиентом. Я не буду все сравнивать. Вы сами можете посмотреть, где-то этот сайт, где-то независимое исследование. Хочется на него полностью обратить внимание и, собственно говоря, принимайте решение сами. Вы знаете, что в аптеках куча всего сейчас продается, да, непонятно. Поэтому мы с вами, сами понимаем, что они там свои роты, да, сумки домой. Я очень люблю вам этот коктейль, а особенно люблю в период зимы еще один уникальный продукт, и это, конечно же, суп. Потому что зимой прохладно, да, и хочется все-таки согреться. Суп, он точно такой же белковый, что входит в его состав. Здесь есть различные растительные продукты, да, они на 100% натуральные. Корция супа в клое же имеет 100 килокалорий. И, конечно же, точно так же помогает снижать вес, но при этом суп – это полноценный, хороший перепуток. Он бывает двух вкусов. Это спаржа, да, суп спаржа любит у нас с вами. Меня его особенно любят. И есть еще суп у нас с вами томата бизлик. Ну, для тех, кто любит более пряный, да, пасты, то томата бизлик – это будет прям вот то, что нужно для организма. Это тоже белковая составляющая, особенно для тех, кто не кушает мясо, да, не кушает желатные белки. Потрясающий продукт для тех, кто придерживается пастов, да. Потрясающе вкусный, полезный и при этом насыщает. Я очень-очень люблю. Я, собственно, люблю добавлять спаржевый суп еще немножко сметанги. Ну, особенно, у них тогда особенно вкусно становится. Это всем рекомендую. Калорийность вещества очень-очень небольшая, но очень-очень вкусная. Если кто-то пробовал, напишите мне сейчас эти плюсики, поставьте плюсики, если вы помнили нас, плюсики уже, это приобретали в аптеке. На самом деле, очень-очень люблю. Вот, и подведем маленький титул, да, что коктейли, что приобретенный баланс – это необходимые правильные глухи и углеводы для нашего организма. У нас там есть еще микроэлементы, да, которые должны быть, макроэлементы – это жиры, витамили и минералы. Это их можно и нужно брать. У нас там появился тоже спаржевый аптек, это есть уникальные белки в коробочке, это желудок, которые для мужчин и для женщин. В каждой коробочке содержится 21 вот такой пакетик, а в каждом пакетике есть 4 капсулы. Две из них – это омега-3, это полиненосвещенный жирный кусок. Одна капсулка – это светский бьюти-комплекс, он называется антиоксантин. И еще одна капсулка – это сувитамин и минералы, да, они отличаются, есть мужские и есть женские. Конечно же, можно приобретать это все в аптеке по отдельности, там можно приобретать отдельные витамины, отдельно омега-3, отдельно антиоксиданты и отдельно, там, антиоксиданты, но дешевле, да, я еще потом познакомилась, тогда собрать именно комплекс. И давайте разбираться, что есть в этих продуктах. Конечно, мой любимый продукт – это омега-3. Тот продукт, который очень важен для нашего саморганизма, он должен быть в нашем организме ежедневно. 30% антиоксиданты должны состоять из полиненосвещенный жирный кусок, таких как омега-3. На что влияет наше саморганизмы омега-3? На мозг. Треть мозга, но у нас опять есть омега-3. Конечно же, это улучшает его функцию. Суставы устраняют боль и воспаление. На сердце влияет, на легкие, да, воспаление сосудов, мышцы. Они защищают от разрушения, особенно кто занимается спортом, то есть, конечно же, это поджелудочное. Снижает инсулино-резистентность. Поэтому, друзья мои, я на самом деле, вот омега-3 это то, что в организме, так же, конечно же, как и белки, когда же белки должны быть, но вот омега-3 это то, что, мне кажется, не может не позволить ее любить каждый человек, потому что она ее очень лояльна, вот это особенно, да, нас. Как она влияет на наш организм? Помните, я с вами рассказывала, говорила про то, что у нас в организме есть определенное количество трамп-жира, которые, к сожалению, делают так, что наши с вами сосуды, они становятся не такими проходилами, как были, да, проход у них становится меньше. И омега-3 это единственный продукт в мире, это доказано учеными, который позволяет выводить вот этот трамп-жир из нашего организма. В Америке омега-3 при этом на лекарствах, и именно ей лечит сердечно-сосудистые заболевания, друзья мои, я думаю, тут такой простой продукт, да, почему он нам с вами нужен, она действительно необходима для всего. Вот если белок – это перпечи для нашей клетки, да, то вот омега-3 – это раствор, который связывает эти перпечи, чтобы они клетки, чтобы она хорошая, да, чтобы эта стеночка, она была действительно крепенькая. Конечно же, омега-3, она необходима для тех мам, для будущих мам, которые спрашивают деток. И почему необходимо? Ну, потому что если мама не кушает омега-3, то ее клетки плохо строятся. А когда мама, будущая мама девушка, да, она беременная, что происходит, она из питания должна получать те продукты, которые строятся в клетке будущего малыша. Поэтому, друзья мои, вы знаете, вот, ну, можно подумывать, она за ребенок не надо, но в Швеции омега-3, она пропускается и деткам с генеральным его возрастом, да, с 6 месяцев, и особенно кормящим мамам, да, и мамам, которые… и будущим мамам. Что касается детской продукции, да, зачем давать ремонт омега-3? Если говорить про то, что ребенок, хлеб и ребенок, они особенно, как раз, если встречаются тем, что их у нас с вами, не так, ну, в зоносном организме, они просто обновляются, а у детей они строятся, да, в большом количестве, чем у нас с вами. Так, за счет того, что ребенок растет интенсивно, то для обновления хлеба, значит, ему нужно еще больше желток и жиров, да, и у нас недостаток правильных жиров – это дырки, я уже с вами говорила, да, вот эти просветы между кирпичиками, да, в мембранах и изъянов развития ребенка. Омега-3 – это правильный, ненасыщенный жир, и организм его сам не может сконсидировать, да, он его не вырабатывает с желтями, и только приемом пищи, ну, никак по-другому не происходит. И почему омега-3 именно от компании «Рифлэн»? Во-первых, она соблюдает все рекомендации для организации правоохранения. Она в жидкой форме, и для деток она особенно удобная, потому что детская продукция, да, она еще и очень экономичная. Она прошла уникальный стандарт, стандарт GMP. Это тот стандарт, к сожалению, который ни одно производство, если выкидывает, не может пройти ни один завод в фармацевтической системе, ну, в данный момент не имеет продуктов, да, которые, которые прошли с кондортизацией в жизни, это один из самых высоких георазмейских стандартов на фармацевтическое производство. Из чего он делается? Он делается из сушки рыбы, не из печени, плюс имеет себе запатентованную степень очистки, это стихи-сибирская сица, и, конечно же, здесь нет использования консервантов, растителей и ароматизаторов. Поэтому этот продукт просто уникальный. И так с вами дальше, что еще нужно в нашем с вами организме? Это, конечно, наши с вами витамины. Где берем витамины? Витамины бывают в двух видах. Они бывают натуральные, из овощей и крупных, бывают синтезированные химическим путем, и бывают синтезированные из натуральных организмов. Ничего сложного, я буду разбираться, как они работают, и почему они не дают нашему организму. Витамины, они не выпускают, они не синтезируют, организм сам их не воспроизводят. Они должны доступать ежедневно, они в достаточном количестве. И важно понимать, что витамины, они как раз таки проявляются не в своем наличии, а в своем отсутствии в организме. И вот я не буду перечитывать, в результате своего количества, недостаток витаминов в нашем организме, недостаток жирных сил в нашем организме. И только мы с вами можем влиять на наши клеточки, на количество этих продуктов, которые есть в нашем организме. Многие могут сказать, у нас сейчас теперь без согласия, в хорошем доступе недорого, огромное количество овощей и вкусов продается сейчас в магазине. Но, два известных факта, что последние 30 лет капуста потеряла 85% кальция и 81% зеной. Яблоки потеряли 40% жирных и 42% зеной. Пример, с яблоками самый простой, наверное, обращаю внимание, сейчас, когда покупаешь яблоко, ты его разрезаешь напополам, кладешь его на стол, а с ним ничего не происходит, оно не желтеет, оно долго хранится, такое потрясающее яблоко, оно не портится. А кто знает, что в яблоке есть железо, при контакте с кислородом оно учитывается, а яблоке нет железа, раз оно даже не сильнее. Почему так происходит? Потому что первое, это интересно, это интересно в том, чтобы удобрять производство, да, какие-то блистинные деревья. В основном, это азотно-фоскорбные каменьные удобрения, да, и продукт растет быстро, хорошо, и физикат добавляет, для более ускоренного роста. Да, вот немножко тоже еще факт, сколько потеряли продукты, да, в постфорах просто меньше стало железо, то есть, на самом деле, группа себе планы, что сейчас едать нужное количество витаминов, можно всегда небольшую порцию качественных продуктов, да, может быть, это фрукты, может быть, это овощи, вот такой интересный пример, что было раньше, что сейчас, что должно быть, да, как мы должны с вами питаться, 5 дней, не слышать, 5 лет, 5 лет, вот, отлично, то есть, если мы с вами 50 лет назад могли съесть по количеству пищи, да, небольшую, хорошую тарелку, да, и получить нужное количество витаминов и минералов, то сейчас нужно в 10 раз больше, но физически человек только сушить не сможет, для того, чтобы высловить это необходимый, да, баланс, прогонизм. Еще один очень интересный факт, лизеркут исследования, посмотрели, из чего состоит наше яблоко, вы увидите результат яблок, друзья мои, посмотрите, обратите на это внимание, интересно вам или не интересно, посмотрите, сколько всего интересного содержится в одном яблоке, которое мы с вами покупаем в магазине, да, но, к сожалению, мы не сможем с этим сейчас ничего поделать, да, все-таки, овощи фрукты, они есть, но, глупо говоря, себя обманывать, что если есть хотя бы там два яблока, мы с вами будем выполнять водоутомическими витаминами. Так что витамины, конечно же, они бывают синтезисты. То есть, как они работают? Они разработаны химическим путем в лаборатории, но, если брать, например, витамин С, он стоит из химизомеров. И если говорить о том, что я сейчас делала за медицинами, всего лишь синтезировала химическим путем один из химизомеров. То есть, мы сами покупаем сардинку, получаем всего лишь одну субъемную часть химически созданного вещества. И вот витамины бывают третьи. Это витамины, они субъемерны из утральных продуктов. То есть, как раз эти витамины по стандарту G&D. В Европе они в свободном доступе, они продаются в аптеках. Пожалуйста, иди покупай. У нас, к сожалению, нет. Но стоимость витамина в Европе по стандарту G&D более стала сомненностью в наши деньги. И поэтому огромное спасибо компании, что она рассчитывает именно за ту стоимость витамина в наших аптеках по плате на способности как раз нашей страны. И у нас в аптеках единственные витамины стандарта G&D это витамины и витамины и витамины и витамины. Сейчас разберемся в той же силе. Это, конечно, витамины и минеральный комплекс, который содержит все, что нужно. Есть женские, которые содержат большее повышенное содержание поли, висок и железо, кальция и то, что нужно для женщин. И мужские. Повышает содержание повышенное содержание магния, цинка и сирена специально для наших личин. Поэтому это продукт, который нужен организму. Мы с вами можем понимать, что витамины они делятся еще на две категории. Это водорастворимые и жирорастворимые. И жирорастворимые могут накапливаться на недоидитрие в организме. А водорастворимые это все витамины группы В, витамин С и витамин ПП. Все, которые мы с вами прослались утром, сделали необходимую процедуру. Ходили утром в туалет. И у нас они выходят с макея каждого дня из организма. Вот вы в пустой. Пустой организм, пустая, крост, не содержит ничего полезного. Нет, не содержит витамины, она из этих водорастворимых. Нет, никаких витамины группы В не содержит. И важно понимать, что витамины, которые по стандарту в ДНП, которые с инфицированными в продуктах, они остались всем, и их можно отслежать бездневно и всем в своей жизни. Нужны ли детям витамины? Да, нужны. Ребенок должен кидать как минимум 400 грамм овощей и фруктов, 5 раз в неделю есть рыбу, то, к сожалению, всего лишь на 12% и к сожалению в ДНП мне они не заставили есть рыбу, он ее не любит, какая бы она ни была, как бы она ни была приготовленная. И, ну, к сожалению, с этим же ничего не поделают. В чем уникальность продуктов именно Велнос для детей, в чем уникальность витамины Велнос для детей, тоже по стандарту в ДНП, они делаются из высококачественных продуктов, из высококачественных ингредиентов. Они полностью натуральны, они не разработаны соответствующие рекомендации в организации здравоохранения. Они не содержат полезный для живых филипп, такой подпроситель, да, они вкусные и они ароматизированы, терпированы масло, то есть детки их очень-очень любят, не племянник, но если вы спрятать, не спрятать из него, он может добраться и очень-очень долго наслаждаться этим вкусом и вкусным продуктом. И, вы знаете, было сделано независимое исследование, тоже вот такая вот картиночка, не буду все перечисать, посмотрите, была своевая характеристика, тоже, конечно же, уникальные продукты, да, и на самом деле можно, сейчас скажу, даже в Санкт-Петербурге, Российская Академия Медицинских Наук была исследована витамина, главная для детей, и они стали витаминными, чемпионами. Они содержатся в 13 витаминов, 8 минералов, у них нет таких заполнителей, как рахмал и полезный подсластитель стилист, отсутствуют простители и ароматизатор для сферсинового масла, да, и есть стандарт GMP, поэтому тоже обратите на это внимание, что это витамины чемпионы, просто дома сядьте, разберите, что такое GMP, чем он садрит, почему я про него говорю, это уникальный продукт, к сожалению, либо для нас с вами счастье мы с Кэм Риклэм можем для себя приобрести как раз Кэм Риклэм в аптеке по стандарту GMP, очень крутой скидкой, и потрясающий продукт, очень любил этот крутой антиоксидант, он называется Астаскантин шведский BC-комплекс, только как раз приедет от аптеки, которую вы в аптеках уже у нас не найдем нигде, кроме продукта Кэм Риклэм чем она особенная, она содержит в себе очень уникальную формулу, у нас у вас знаете у всех, что есть, летают в воздухе свободные радикалы, которые разрушают наши клетки, особенные тема соксантин, тем, что он сильнее с тем, что он сильнее, более чем в 100 раз, сильнее, чем витамин А, сильнее, чем витамин Е, он помогает защитить наши клеточки, в том числе это называется на наши клетки, и как раз таки не дает возможности разрушать ваши клетки, как он делается, да, есть уникальная водоросль, которая как раз растет, гемотококус она называется, она растет в шейфском архипелаге, и вот чем она особенная, она может больше года жить без воды, то есть она приходит в такое состояние сна, она активизируется, она такая вот в своей воде зеленая, но когда приходит отликно-скальные водоросли, она становится темно-семная-бурая, и больше года она защищается от интерфиалетов, от ветров, от холодов, а когда вода снова приходит, она становится снова живой, она дальше продлевает это уникальный экстракт. С Аргентин выпускается не только компанией Арифлейм, можно сказать, он есть много у разных производителей, но в Беларуси у нас нигде мы больше не найдем, потому что этот продукт очень дорогой, а компания Арифлейм, где нас там делают потрясающую списку, как он работает? Он проникает в нашу клеточку, прямо в самую глубину, хвост мембраны клеточки, позволяет как раз нашему организму чувствовать себя хорошо, он защищает его цепочку и изнутри, и снаружи. Это на самом деле продукт потрясающий, я каждому из вас рекомендую познакомиться с этим продуктом более подробно, я думаю, всегда есть в запасе банка, скансина, знаю, если я знаю, что я в дорогу, что я буду уставать, я всегда пьюсь чуть больше, чем надо. Вот такой формулы мы нигде не найдем, это потрясающий продукт. И, конечно же, для меня стало очень-очень большим гордостью, что уже два года подряд компания Арифлейм берет уникальную номинацию. В прошлом году и в этом году, в 2016 году, наши витамины Wellness стали лучшими витаминами в премии «Здоровое питание». Это всероссийский конкурс. Лучшие витамины – Wellness Pack. Компания Арифлейм – лучший производитель. Компания-производитель в категории «Витамины и бар». Вот можно выбирать, какого производителя купить, но это всероссийская премия. И там намного большее количество как раз-таки витамины, витаминов, вадов, которые продаются. Если у компании «Витамины» стала лучшая в России, я уверена, в процентах на, наверное, даже 120-130, то, конечно же, из Белоруссии – это один из самых крутых продуктов, которые можно вообще приобрести. И буквально из фотографий, что нам доверяют спортсмены, и этот продукт, который потрясающий. «Динамо Рига» полностью. Все части из хоккейного клуба несут витамины Wellness. Светская сборная «Тебеотборная» тоже знакома с Wellness. Сергей Рудник – потрясающий человек, который на четвертом десятке, на пятом десятке, ему было 47 лет, он взял намного больше наград, чем за свою активную жизнь, когда стал знакомиться с продукцией Wellness. У него жена Вориклэм, и она вот его привезла, и он рассказал, говорит, я бы никогда не стал пить какие-то витамины какой-то, ну, каких-то этой компании, если бы, на самом деле, готовился к соревнованиям серьезно. И большая горность среди нас является то, что это королева Швеции в фильме «Сова посвящала Родину Волнос». Ее любимый вкус – как раз такие клубничные коктейли. Это потрясающая фотография, поэтому попросу обратить себя внимание. Если эта королева одобрила производство, да, и продукции Wellness, то мы с вами, как минимум, тоже можем позволить себе познакомиться с этим уникальным продуктом. И потрясающий бонус для каждого человека, который имеет дисконтную карту на рефлее – это, конечно же, система абонемента. Когда четвертый продукт, вы приобретаете подкидкой 99%, да, практически в подарок. Вы купили для себя одну коробочку, выпили следующую, вы купили еще одну, следующую – еще одну, и уже четвертая пасечка вам практически бесплатна. Сколько же стоит пасечка, ну, не пасечка, а упаковочка, да, пакетик? Wellness-сек для мужчин, либо для женщин стоит рубль 97. Это равноценно стоимостью 7,5 рублей, да, приема пищи. Wellness-коктейль, как перекус, потрясающий продукт, 2 рубля 10 копеек. То есть это, ну, это не шоколадка, это стоимость одной шоколадки. Но я вот тут не любитель шоколада, слушай, не любитель, я не ценитель. Я съела шоколадку, забыла, и засла еще одну съела, да, как-то я так очень спокойно тоже. Не, не наедай, это заряло все крутые деньги. Wellness-коктейлем, я выпила порцию коктейля, и мне не хочется купить как минимум 300. Сколько стоимость куха? Точно так же, я сказала, у нас с коктейля, хороший перекус, очень-очень полезный. Ну, если говорить про детскую продукцию, то, наверное, кажется, это было ссырно быть тем родителям, которые говорят, что действительно, ну, это, ну, дорого. Порция в день для ребенка мега 3 – это 92 копейки. А в доме специально в детстве всего лишь среди 1 копейки. Поэтому я вам всем рекомендую задуматься о том, как ест ваш ребенок, что он кушает, и куда вы на карте тратите 92 копейки, да, ну, суммарно 1,5 рубля, да, куда вы тратите? Это, наверное, пачка-2, ну, не знаю, может, 1,5 пачки-2, да, мне кажется, как-то так. То есть то, что, в принципе, покупаем, даже не задумываясь. И, конечно же, у нас есть уникальная возможность – это программа Life Food. Вы понимаете, что сложно разделять отдельно его в такой-либо wellness test, потому что они отвечают за разные, да, составляющие нашего организма. Поэтому я очень люблю именно систему Life Food, она особенно тем, что здесь есть все, что необходимо для нашего организма. Есть две программы. Одна называется «Твоя жизненная энергия для поддержания веса», а другая называется «Твоя идеальная вещь для коррекции веса». Если вы хотите сбросить лишние килограммы, граммы, да, по объему своего тела. И вот суммарно, да, если сложить, сколько денег на себя в день вы потратите для своего здоровья? 4 рубля. Если вы хотите корректировать вес, это более 6 рублей. Поэтому, девушки-красавицы, да, если вы хотите корректировать вес, да, обратите внимание, что это совсем недорого и безумно вкусно. И, конечно же, сравнение, да, один сплассированный прием пищи – это 10 рублей, да. У нас еще консультация у генитолога, да, изменение на анализаторе тела, вместе с весом и так далее. А вы знаете, помните, я говорила, что это был у нас коктейлем, можно корректировать вес даже без каких-то, да, тренировок особенностей. Ну и, конечно же, подведем небольшой итог. Всего лишь четыре простых шага к новой жизни, да. Вы проходите, вы звоните своему консору, если вот я наверняка, позвоните мне, да, если я ваш консор. Подписывайтесь ко мне на исследование, на анализаторе тела, да. Знакомьтесь с продуктом, да, и, конечно же, подсказывайте, ну, мне не сложно рассказывать про продукцию wellness, потому что у меня вот вся семья, мама, извините, сестра, я сама обожаю, да, продукцию wellness. Вы родственники мне знакомы с этой продукцией и потребляете ее постоянно. Есть результаты, да, и, конечно же, я каждому из вас желаю быть здоровыми, во-первых, да, конечно же, и каждому из вас желаю помнить, что наше с вами здоровье, оно влияет, ну, мы на него можем влиять, да, всякими способами. О том, как питаться, мы сегодня с вами узнали, что нужно организму, помните об этом постоянно. Про то, что нужны высокие качества, не пищевые добавки, они у нас с вами есть. И если вы приступите, то нам, скорее, в волосе здесь только карта зарисована, пользуется скидкой, она просто потрясающая. Конечно же, не забываем про отличные самочувствия и позитивный настрой, и, конечно же, про активность. Сейчас немножко холодно, да, летом проще, но я думаю, каждый из вас сейчас воспользуется возможности пойти в какие-то типы центра, да, посвятить себя, готовить тоже, в конце концов, к весне, да, уже совсем не за горами, наверное, и весна, да, мы с вами понимаем, что девушки начинают активно готовиться к весне и к лету, поэтому всем желаю здоровья. Я надеюсь, у меня сегодня была для вас полезна.